Десногорска Детский сад «Дюймовочка» отметил свое 30-летие. Конференция по духовно-нравственному воспитанию. Торжественная регистрация первой Десногорской тройни. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области уменьшится число сельских поселений. Об этом губернатор Алексей Островский рассказал на встрече с депутатами Государственной Думы. Он отметил, что сокращение сельских поселений связано с требованиями Минфина. За время работы Алексея Островского совместно с депутатами и главами районов за счет укрупнения территорий было сокращено около 30 сельских поселений. Губернатор Алексей Островский предложил присвоить Евгению Каманину звание почетного гражданина Смоленской области. Эту инициативу поддержали депутаты региональной думы. Присвоение почетного звания Евгению Каманину совпало с важной датой. Заслуженному врачу Российской Федерации исполнилось 70 лет. На октябрьском заседании Координационного совета Десногорска по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства под председательством главы муниципального образования обсудили антинаркотическую деятельность в нашем городе. Как прошло заседание, какие решения приняты, расскажем в нашем сюжете. На обсуждение многочисленных членов Координационного совета было вынесено три вопроса. Рассматривая антинаркотическую деятельность на территории нашего муниципального образования, было отмечено, что в городе заметно снизилось количество выявляемых лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Врач-нарколог медсанчасти 135 Наталья Васильева сообщила, что в связи с изменениями законодательной базы изменился и порядок наблюдения за потребителями наркотических средств и психотропных веществ. Срок диспансерного наблюдения для данной категории граждан снизился с пяти до трех лет. Свои отчеты о работе по профилактике наркомании в молодежной и подростковой среде подготовили председатели комитетов Римма Овечкина, Инна Михайлова и Олег Прудников. Их информация принята к сведению, а всем заинтересованным лицам рекомендовано и дальше проводить мероприятия, направленные на противодействие наркомании, а также пропаганду здорового образа жизни. По третьему вопросу слушали начальника отдела социальной защиты населения Злату Бриллиантову, которая сообщила, что на базе оздоровительного центра «Голоевка» уже второй год проводится областной конкурс «Семья года». В 2016 году в этом конкурсе принимала участие Десногорская семья Голубевых и вошла в восьмерку лучших. Учитывая, что в областном конкурсе участвуют семьи победители муниципального этапа, решено ежегодно в мае проводить в нашем городе первый этап конкурса «Семья года». Креветки с мышьяком пытались провести через Смоленск в Московскую область. Партия креветок весом 20 тонн поступила из Гренландии. Морепродукты отобрали для исследования, в результате которых и был обнаружен мышьяк. Сотрудники Россельхознадзора считают, что мышьяк мог попасть в креветки вместе с кормом. Вся ядовитая продукция изъята. Несколькими днями ранее Россельхознадзор забраковал 19 тонн белорусских мясных консервов. Перевозимая продукция не прошла необходимую выдержку для подтверждения ее микробиологической стабильности и безопасности, пояснили в ведомстве. Консервы решено вернуть отправителю. В жизни каждого человека есть даты, которые имеют для него особое значение. А если это дата у детского сада, тогда это важное событие для всего города. Дюймовочка отметила свой 30-летний юбилей. Подробности в нашем сюжете. Детский сад Дюймовочка, расположенный в третьем микрорайоне Десногорска, распахнул свои двери в 1986 году. С тех пор прошло 30 лет. Юбилей! Вот это да! Тоже диновник торжества! Неужели мы, детишки, все девчонки и мальчишки? Очень весело сегодня. Писки звонкие звучат, потому что день рождения отличает детский сад. Юбилей детского сада – это праздник детей и их родителей. Всех тех, кто в саду работает. И, конечно же, ветеранов детского сада. Наталья Гусева, Людмила Моисеенкова, Тамара Денисовская и Валентина Молочко получили памятные подарки от администрации сада. Сад был украшен. В каждой группе свой креативный дизайн. В холле – красочные стен газеты, улыбки и цветы. С юбилеем детского сада сотрудников поздравили выпускники прошлых лет, родители нынешних, представители комитета по образованию и руководству города. Почетной грамотой Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи награждена воспитатель детского сада «Дюймовочка» Татьяна Лобанова. Воспитатель Валентина Прилепа и шеф-повар Людмила Цветкова за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство удостоены почетной грамоты главы Десногорска. Труд ряда сотрудников детского сада «Дюймовочка» отмечен благодарственными письмами главы. И действительно, этому коллективу есть чем гордиться. В свой юбилейный год они приняли участие в открытом конкурсе социально значимых проектов, организованном концерном «Росэнергоатом» совместно с Фондом содействия развитию муниципальных образований Ассоциация территорий расположения атомных электростанций. Проект детского сада «Дюймовочка», дом, в котором все окна распахнуты в детство, стал победителем конкурса. Израильская компания будет участвовать в развитии молочной промышленности нашей области. Заместитель губернатора Ростислав Ровбель провел рабочую встречу с представителями израильской компании по производству оборудования для молочных заводов. Израильтяне выступят с презентацией на форуме «Территория развития», который сейчас проходит в Смоленске. У смолян вирусы съедают деньги с банковских карт. В полицию уже обратился 37-летний мужчина, сообщив, что после того, как ему на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о выигрыше, у него пропали все сбережения с банковской карты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие. А полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя переходить на посторонние ссылки с тех гаджетов, которые привязаны к мобильному банку. 26 октября в Десногорске прошла конференция по духовно-нравственному воспитанию в системе образования. Об этом событии в нашем следующем сюжете. Чтобы обменяться опытом, в актовом зале школы номер 3 собрались педагоги Десногорска и Рословского района, представители администрации и духовенства. Всех собравшихся поприветствовала председатель комитета по образованию нашего города Рима Овечкина. Вопрос духовно-нравственного воспитания среди подрастающих поколений очень важен. Важен для нас с вами, для тех, кто работает с детьми. Более 100 воспитанников Десногорских образовательных учреждений приняли участие в прошедших недавно в городе рождественских чтениях. В Десногорске ведется активная работа по духовно-нравственному воспитанию, как детей, так и молодежи. В этой важной нужной работе нам необходимо тесное взаимодействие с нашей русской православной целью, что мы и делаем. Вот у нас в Смоленской области, между Смоленской епархией и департаментом по образованию, науки и молодежной политики есть такое самополагающее соглашение. Недавно мы здесь в Десногорске заключили такое соглашение о совместной работе по духовно-нравственному воспитанию. И мы это будем все претворять в жизни. За тесное сотрудничество и помощь в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения протерей Виталий Сладков был отмечен благодарственным письмом от Комитета по образованию, а педагогам были вручены свидетельства. Программа конференции была обширна. Педагоги обсудили подходы, формы и виды учебной деятельности по духовно-нравственному воспитанию, заслушали доклады, а также посетили открытое занятие на тему «Милосердие» факультативного курса «Русь православная». Смоленский школьник попал в полуфинал передачи «Умницы и умники». Сергей Васильев, учащийся лицея имени Кирилла и Мефодия, прошел по зеленой дорожке без ошибок. Темой игры были банкиры и банки, российские и зарубежные, история и деятельность, встреча первая. В октябре зарегистрирована первая тройня, рожденная в Десногорске. Это событие очень радостное, но крайне редкое. Как оно прошло, смотрите в нашем сюжете. Дети появились на свет 6 октября 2016 года в семье счастливых родителей Александра и Оксаны Селютиных. И в Десногорске, и в стране теперь есть новые граждане – Артем, Вячеслав и Эвелина. Родителям вручили первые государственные документы детей, свидетельства о рождении и медали, рожденным в Десногорске. Рождение ребенка – событие весьма торжественное, вдохновляющее для любой семьи. Рождение второго ребенка – это счастье уже опытных людей, путь движения в правильном направлении. Рождение трех детей – это уже практически выполнение государственной программы. И на самом деле, на мой взгляд, тот самый норматив, наверное, нашей российской семьи, к которому должны стремиться все. Но совершить такое разово, рождение сразу трех детей – это просто, с одной стороны, море восторга, с другой стороны, на мой взгляд, это просто такой огромный счастливый подвиг. К поздравлениям присоединились коллеги супругов Селютиных, коллектив, ветераны, профсоюзный комитет и руководство ЦЭМа, а также работники медсанчасти 135. Рождение тройни всегда считалось чудом, божьим даром. Добро пожаловать, новые жители! Десногорск вам очень рад. Растите сильными, здоровыми, умными. От души поздравляем счастливых родителей, бабушек и дедушек. Медики обращают внимание граждан, что 4 и 6 ноября – выходные дни, а 5 ноября с 9 до 12 часов по субботнему графику работают терапевт, педиатр, хирург и процедурный кабинет взрослой поликлиники. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин